Это подкаст в начале. Приветствую вас, с вами Александр. И сегодняшняя тема, тема нашего подкаста будет посвящена практике прощения душ. Каких душ, спросите вы? Кого нам нужно прощать? Здесь ответ будет очень простой. Когда-то в одном из подкастов я делился опытом и рассказывал о том, что есть ситуации, когда неупокоенные души, например, какие-нибудь соседские родственники, которые живут с человеком рядом в соседнем доме, на соседней территории, начинают скитаться по местным землям и начинают вредить людям для того, чтобы подпитаться какой-то энергией. Точно такие же ситуации возникают, когда это ваши личные обидчики, которые преследуют вас и от которых вам нужно избавиться. Поэтому поговорим сегодня о том, как души, которым вы навредили в прошлых воплощениях, могут ходить за вами, преследовать вас и доставлять вам какие-то неприятности. И поговорим о том, как от этих душ избавиться. На самом деле здесь все очень просто. Половину ответа вы уже получили. Вы в прошлых воплощениях могли доставить каким-то людям, каким-то душам кучу проблем. Вы могли даже убить кого-то в прошлом воплощении. И эти обиженные и ненормально, неспокойно упокоенные души могут теперь ходить за вами. В чем это проявляется? Бывают такие ситуации, когда люди говорят о том, что мне катастрофически не везет. Вот что-то со мной происходит, у меня не ладятся дела, у меня не получается построить бизнес, у меня не строятся отношения с девушками, с мужчинами, неважно. Ко мне по ночам кто-то приходит и постоянно меня пугает. В последний момент рушатся все планы, как будто кто-то специально это делает. При всем при этом мы смотрим и видно, что не было проведено против человека абсолютно никакой магической работы. То есть в этом воплощении, в этой жизни никто не постарался. И никто не запрограммировал какой-то прилет, энергетический удар этому человеку. И очень часто появляется такая картина, когда человек сам заслужил это. Когда это просто карма, когда человек в прошлых воплощениях, совершая какие-то не очень хорошие дела, не очень хорошие поступки, подверг себя воздействию вот этих каких-то душ, очень негативно настроенных по отношению к нему. И теперь хлебает большой ложкой все то, что он запрограммировал ранее на свои будущие жизни. Например, человек был палачом в средневековье, почему бы и нет. И возникает такая ситуация, когда эти души неупокоенные. А почему они могут быть неупокоенные? Не потому, что их плохо и не очень глубоко закопали и крест не поставили. А потому, что эти души обиженные. Поскольку эти энергетические сгустки имеют внутри себя очень сильный негативный заряд, они, поскольку они лишены физической оболочки, физического тела, они имеют возможность преследовать человека. И в этом, этим душам могут помогать их родовые структуры, их рода. И поэтому они могут вас отыскать, как хищник ищет в лесу свою добычу и по запаху за несколько километров идентифицировать ее, найти и расправиться с ней. Точно так же происходит и с людьми. Сделали кому-то каку когда-то. Это обиженная душа. Либо ее какой-то осколок, какая-то сущность, сформировавшаяся в результате, ну скажем так, отпочковавшегося вот этого негативного отростка с этой души, который сформировался в результате обид и всего-всего-всего такого. Он будет вас преследовать и эта обида, она практически будет материализовываться в каких-то, в усложнении вашей жизни, в создании проблем в вашей жизни. Поэтому существует практика прощения душ и родовых структур, которая позволяет человеку избавиться от обид. И также позволяет человеку избавить другие родовые структуры от обид на себя и избавиться от обид на какие-то родовые структуры. Что происходит потом? Потом происходит следующее. В жизни человека начинает, наступает спокойствие, все становится прекрасно, все затихает, и жизнь превращается в штиль в хорошем смысле этого слова, когда тебя никто не дергает и когда никто не пытается повлиять на твою жизнь и тебе отомстить. Ну потому что мстить могут не только люди в физическом мире, а могут мстить еще и души, потому как они обладают гораздо большим количеством возможностей. И осложняется это тем, что эти возможности невидимы. То есть никто конкретно, как конкретный человек, не может нанести, например, там вред без того, чтобы вы потом об этом не узнали. А здесь душа, здесь тонкий мир, здесь тонкие энергии, которые тебе могут все портить и которые могут вмешиваться, ну скажем так, в естественный ход событий. В естественный нормальный запланированный ход событий вы чего-то хотите, но вы этого потом не получаете. Получите, распишитесь, скажите себе спасибо за то, что вы были не очень хорошим человеком в прошлом воплощении. Ну, например, что к этому еще может привести? Какие кармические проблемы могут возникнуть? Нанесение вреда людям, убийства, нанесение вреда имуществу людей, в результате чего они остались на улице, а потом умерли от голода, либо где-то там замерзли, да? Аборты. Ну, здесь может быть куча всяких моментов, и вас могут реально преследовать. Давайте теперь разберемся, что с этим совсем делать. Здесь применяется очень простая практика. Она работает абсолютно для всех, вне зависимости от вероисповедания. Поэтому я буду приводить пример использования такой вот христианской ритуалистики, христианской практики, поскольку это все равно часть кармической структуры. Соответственно, мы будем использовать то, что проще, к чему проще дотянуться, что проще использовать, что проще взять, и при помощи чего, при помощи какого инструмента можно все изменить. Что нужно сделать для того, чтобы избавиться от этих душ, которые могут вам вредить? Их нужно успокоить, и у них нужно попросить прощения. Здесь существует пара вариантов того, как это можно сделать. И самый простой вариант, это взять и сделать это самостоятельно. В более сложных вариантах, когда эти души оказывают реально очень сильное давление и очень сильное влияние на человека, там мы еще добавим и христианские такие вот практики. Но первое, о чем я вам расскажу, и что вы можете использовать в своей жизни, это попросить прощения у родовых структур и простить их за то, что вы где-то в каких-то воплощениях пересеклись и набили друг другу морду. Ну, в переносном смысле, да? В результате чего у вас получился такой конфликт, и в результате чего вы получили души, обозленные на вас. Первый самый простой вариант. Используется точно такая же методика, как в отказе от клятвов и обетов. Вы берете обычную белую свечу, не красную, не желтую, не зеленую, не синюю, не черную и не церковную. Вы берете обычную белую бытовую свечу, либо вы можете купить просто белую свечу в каком-то стаканчике и воспользоваться ей. Вы зажигаете эту свечу и наговариваете на нее программу, которая должна будет запустить процесс уничтожения вот этих вот пагубных и неприятных связей вас и тех душ, которые хотят вам отомстить и которые пытаются испортить вам погоду в вашей жизни. Вы зажигаете белую свечу. Она должна перегореть где-то за два, за три дня. То есть этого будет вполне достаточно. Вы зажигаете белую свечу и на нее наговариваете следующее. Я прошу прощения у всех родов и у всех душ, которым я, моя душа, когда-либо причиняла, либо причинял вред. Я прощаю все рода, все родовые структуры и все души, которые когда-либо причиняли вред мне, моей душе, либо моим родовым структурам. Все. Вы уходите в паритет. Вы закрываетесь по нулям. Вы попросили прощения, вы никому ничего не должны и вы всех простили. Поскольку этот тонкий мир все работает буквально на желании, на искренности и на таких установках. Таким образом вы закрываетесь и таким образом вы обнуляетесь и никто никому ничего не должен. Но вы скажете, а ты сказал еще о каких-то там христианских ритуалах и еще о каких-то вещах. Добавить можно еще сюда, если это какие-то, ну вот прям реально обозленные души. Сюда можно еще добавить христианский ритуал для того, чтобы сделать этим душам хорошо. Чтобы они не просто успокоились, чтобы они не просто остыли в плане злости по отношению к вам, но еще дать им энергетический пинок, как помочь им, чтобы они быстрее отсюда дематериализовались и перешли быстрее в другой мир и отскочили от вас и не мешали вам по жизни. То есть такой вот еще ускоритель. Вторая ступень ракеты, которая выводит эту ракету еще дальше в космос. Что со свечой? Свеча горит 2-3 дня. Перед уходом из дома свечу тушите, чтобы пожара не наделать. После того, как приходите домой, свечу зажигаете. Зажгли свечу, она горит. Ничего не надо на нее говорить. В ней уже есть эта программа. Свеча перегорела, не надо плясать вокруг нее с бубном, не надо говорить, я не знаю, что делать, как в нее выбросить, можно ли мне касаться ее руками. Спокойствие, только спокойствие. Воск, парафин, что там у вас было? Остыл, взяли, собрали, выбросили в мусорное ведро, забыли об этом. Второй дополнительный. Жан-Клод Ван Дамм двойной удар. Двойной второй удар. Что еще можно сделать и как можно использовать церковь? Вы прочитали программу, она уничтожила эти связи, но вот чтобы на 100% и чтобы быть уверенными, что вот больше, как говорится, никакая холера к вам больше не вернется и не пристанет, нужно сделать следующее. Вы можете это даже сделать онлайн, не обязательно идти для этого в церковь. Вы берете и делаете следующее. Вы берете 5 распространенных мужских имен и вы берете 5 распространенных женских имен. Ну, например, достаточно старые такие имена, допустим, это имена Иван, Петр, не знаю, Матвей, ну что-то в таком духе. То есть такие вот старые имена, которые могли существовать в разные периоды, в разные эпохи и все в таком духе. И точно так же вы берете женские имена, например, 5 штук. Мария, Наталья, Анна, Елена, ну и то, что там еще сами придумаете. В чем смысл? Смысл заключается в том, что души, которые могут за вами ходить, скорее всего, они прожили достаточно большое количество воплощений. И в одном из этих воплощений эту душу, ну вот по-любому звали каким-то из этих имен. Ну, если вы возьмете, например, имя Иван, есть аналог, например, в английском языке Джон, да? Если вы возьмете Петр, это Питер. Ну и все в таком духе. Даже если человек родился, жил на другом континенте, он все равно носил это имя. И что вы делаете? То есть мы понимаем, что человек в одном из воплощений в любом случае как-то был связан с этим именем. Вы берете 5 мужских имен, 5 женских. И вы делаете следующее. Вы заказываете для них 40-дневное чтение за здравие в трех церквях и чтение сорока уста. Все. Пользуйтесь. В течение сорока дней будут продолжать рваться ваши связи с этими душами-обидчиками. Через 40 дней все успокоится и будет в порядке. Я вам рассказал об этих двух способах на тот случай, если вы будете проводить над собой эксперимент сами. Если у вас нет четкой уверенности, что да, там кто-то, вот, какие-то души мне там пакостят и что-то делают, и вы хотите провести такую профилактику, вы можете использовать первую часть, просто вот на свечу наговорить эту программу. Но если у вас будет желание, вы можете точно так же и добавить сюда вторую половину этой методики, этого алгоритма, ну, для того, чтобы вот уже наверняка, да, у вас есть имена, у вас есть христианский эгрегор, он кармический, поэтому он в любом случае будет относиться хоть к мусульманам, хоть кому бы то ни было. Это вообще не проблема. То есть сработает в любом случае. Сегодня, допустим, человек родился мусульманином, завтра он родился христианином. Ну, вот и все. И с именем вы в любом случае попадете в яблочко в одном из воплощений. Человек это имя носил, имел это имя, и вот это вот намерение, и вот эта вот тонкая ниточка, она все равно приведет к нему, она все равно свяжет вот этот вот процесс с ним, и он просто потом отпадет, закроется и все. То есть первая часть как бы позволяет порезать связи, а вторая часть использования сорокауста и использования за здравие позволит дать этим душам энергетический пинок. Еще раз напоминаю, душам за упокой не ставится. Это все равно, что держать сзади машину за бампер, и она будет буксовать. Душа живет вечно, она априори жива всегда, поэтому душам всегда ставится только за здравие. Сказки за упокой и все такое прочее пусть ставят работники церкви своим родственникам, и пусть возрадуются. Нормальные люди, разбирающиеся, имеющие логику и которые могут свести концы с концами в плане физики, понимают, что для того, чтобы энергия куда-то переместилась, ее нужно дозарядить, и ей нужно топливо, и вот эти вот все заздравные молитвы, они как раз и являются этим энергетическим топливом. Поэтому вы заказываете молитвы за здравие из сорока уст. В трех церквях. Для того, чтобы этот процесс просто пошел быстрее, и чтобы сила и энергии в этом процессе было как можно больше. И больше вас никто не будет доставать. Скорее всего, если вы интуитивно догадывались, что кто-то вам причиняет вред, кто-то действительно приходит, вас там кто-то будет по ночам, либо вам снятся какие-то сны, скорее всего, вы от этого избавитесь, избавитесь от этого воздействия. Если этого не произошло, значит, нужно разбираться в причинах, значит, нужно глубже копать. Для этого есть консультации. Пожалуйста, обращайтесь. Будем разбираться. Будем избавлять вас от этого. Если нужно, обнулять, сбрасывать карму, для того, чтобы у вас не было никаких висяков, косяков и обид в будущем. Ну, потому что они бывают разного характера, и бывают достаточно сложные хитросплетения и очень сложные такие моменты, которые нужно распутывать. Их можно распутать, это не проблема. Вот. Просто нужно это сделать один раз, качественно и хорошо. Поэтому, если вдруг у вас что-то не сработало, либо вы чувствуете, что сработало, но этого недостаточно, остался еще какой-то косячок за вами, вот тогда вы обращаетесь на консультации, как я всегда говорю, не бывает здоровых, бывают недообследованные. Вы обращаетесь, мы делаем один раз ту работу, которую я делаю, и вы закрываетесь со своими проблемами, у вас все нормально. Вы живете нормальной, полноценной жизнью. И консультация, это возможность вашего личного, персонального раскрытия и понимания того, кто вы, что вы, что вам нужно сделать и какой сценарий должен быть у вас индивидуально. Это классно, это замечательно, что вы слушаете все подкасты, смотрите все видео и строите какие-то свои предположения. Предположения, это замечательно, но вы где-то можете упустить какой-то момент, вы где-то можете упустить какую-то тонкость и на этом погореть, и не получить какого-то быстрого и качественного результата. Для этого есть консультации. Поэтому относитесь ко всему спокойно, относитесь ко всему рационально, взвешивайте, думайте и знайте о том, что семь раз отмерь, один раз отрежь. Подумал, взвесил, сделал один раз хорошо и больше вы к этой проблеме не вернетесь и получите еще кучу полезной информации для себя. Такой, о которой вы, возможно, даже и не догадывались. Поэтому добро пожаловать на консультации. сегодня рассказал вам о, не побоюсь этого слова, важной, полезной и интересной практике. Используйте, если это вам нужно и пусть все у вас будет хорошо. На сегодня у меня все. Услышимся в следующем подкасте. Субтитры сделал DimaTorzok